Кстати, вот эти вот этикетки некоторые мои товарищи, когда приходят ко мне в гости пить пиво, клеят на стол. Вот если у вас есть такие друзья, дайте им по рогам, не надо, где их хрен отберешь потом. Всем привет, Василий, канал Прокшуфъезд. У нас сегодня пивко, пивная суббота, все такое. Сегодня мы пьем жигулевское. Ну, классика, классика. Вот такое самое, самое что у меня есть, батин пивас. Пивас, один батин пивас, вот с такой вот, Руслан, что это копейка, шестерка, копейка, с копеечкой, с красной, сделал для нас Балтика. Балтика. И вот такой вот пивас, тоже с ГОСТом, со всеми тоже советскими такими кивками в сторону советской стенки, объединенный пиварней Хайникин. По характеристикам тактико-техническим, 4 градуса и 4,6, это покрепче чуток. По плотности 11 и 9,2. Короче, это должно быть поплотнее, покрепче и, наверное, получше. А может быть и нет, не знаю, посмотрим. А кто не может быть точно лучше, так это мои топовые бустеры, лучше не бывает. Это Дед Форевер, Дед Форевер. Затем Антон Мангилев, Юлия Соколов, Павел Петров, Архман, Женя Маменко, Александр Александрович, Александр Гай, Александр Ша, просто Александр, Ермолай, Денис Мозговой. Всем спасибо, никто не свободен, потому что сейчас мы пьем пиво. Так, Жигулевская, Балтика. Кстати, вот эти вот этикеточки, которые сделаны теперь, вот эти штучки, штучки-дрючки, некоторые мои товарищи, когда приходят ко мне в гости пить пиво, клеят на стол. Вот если у вас есть такие друзья, дайте им по рогам, не надо, где их хрена дерешь потом. Пахнет, короче, пахнет, вот, Балтика сейчас переделывает все свои пивасы, и надеюсь, она доберется когда-нибудь до Жигулевского, потому что вот этот пахнет типичной такой Балтикой. Такой сиропно-сладко-кислая какая-то херня, абсолютно неаппетитная, и с бичинкой такой заметной. Это очень плохо. Оно очень сухое, ну, понятно, сухое, потому что 9,2, его выбродили в ноль, чтобы был хоть какой-то градус. В итоге тут не осталось этого пива вообще ни хера. Очень пустое. Чуть-чуть горькое. Никакого намека на фирменный вкус Жигулевского нет в помине. Оставляет во рту какую-то такую горечь, знаете, как заплесневел орех, когда съел вот такой вот. Гадость жуткая. Посмотрим, чем ответит Хайникин. Ничем не пахнет. Хайникин больше любит делать пиво, которое ничем не пахнет. Вот вообще ничем. Мне кажется, вот если вы боитесь, что с мамой запалит, можно взять Хайникин, потому что от нее никакого запаха нет. Вот такая же абсолютная пустота на самом деле. Тут вместо легкой горьчи легкая сладость. Чуть-чуть вот есть намек на вот тот привкус. Ну, тот, кто пил жигулевское пиво, когда, ну, в каком-нибудь Советском Союзе, помнит вот такой специфический горько-свежий привкус, который его отличал. А вот тот он чуть-чуть есть. Вообще, это тоже очень пустое. Абсолютно бессмысленное пиво, но в отличие от варианта от Балкики, оно не вставляет во рту кого-то бомжатское говеного послевкусия. Поэтому, наверное, в жару норм, но я не знаю, зачем его брать. Есть тысяча других сортов, гораздо более приятных. Вот такие сегодня пивки были. Сегодня я люблю всех больше, чем это пиво. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok